МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости дня. В студии Татьяна Штылер, корреспонденты ОРТ, готовы рассказать о самых заметных событиях в регионе. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квадрокоптеры, провизия, медикаменты. В зону СВО из Оренбуржья отправляется очередная партия гуманитарного груза. Единственный колледж в Чебеньках для детей с инвалидностью закрывают. Сообщение распространяется в сети. Комментарии от регионального Минобра по теме. Важный день для выпускников школ. Начался основной период единого госэкзамена. По лестнице, рискуя здоровьем, в областном центре на улице Чкалова разрушается спуск, по которому ходят дети. Поощрение от Владимира Путина. Глава Сорочинска Татьяна Мелентьева удостоена награды президента. До открытия купального сезона считанные дни. В Оренбуржье пять пляжей получили разрешение на работу. Аномально жарко. Синоптики рассказали, какая погода ждет оренбуржцев на выходные. В зону СВО отправляется очередная партия груза. 20 тонн самого необходимого собрано по заявкам от командиров частей и лично военнослужащих, которые находятся в районе боевых действий. Чистая питьевая вода – то, что сейчас необходимо каждому бойцу. Тем более с приходом жаркой погоды. Отправляют и консервы с долгим сроком хранения, предметы личной гигиены и медицинские средства. Но самое ценное для каждого из тех, кто выполняет боевую задачу – знать, что его ждут дома. Естественно, мы не забываем о письмах солдатам. То есть наши школьники, наши студенты передают огромный привет, пишут теплые слова в поддержке наших бойцов. Соответственно, это лично несколько раз бывал там. И когда вручаешь, то есть у них на самом видном месте висят письма от детей, и они очень рады. Соответственно, это поднимает дух боевое настроение нашим ребятам, оренбуржцам на передовой. Отправляют специализированное оборудование, антидроновые ружья, квадрокоптеры, прицелы для тепловизоров. Подготовлен еще один автомобиль УАЗ. Участие в погрузке принимают фонды содружества, защитник, волонтеры, ветераны различных служб. В сборе гуманитарной помощи активно принимают участие жители нашего региона. Уже завтра вся партия груза отправится на передовую. К другим темам. В социальных сетях распространено видео, в котором сотрудники филиала Оренбургского аграрного колледжа из поселка Чебеньки жалуются на то, что учебное заведение закрывается. По словам работников, здание признали аварийным. Студентов уже перевели в другое учреждение, а педагогов якобы лишили работы. Ситуацию прокомментировал министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. Филиал Оренбургского аграрного колледжа обучает подростков из села Чебеньки более 10 лет. Там учат на электромонтеров, портных и маляров. В колледже обучаются больше 50 детей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в постоянном уходе. Но недавно учреждение решили закрыть. Теперь студенты должны обучаться в другом филиале колледжа в селе Покровка, в 153 километрах от Чебеньков. Их уже перевезли в новое общежитие. Сотрудникам тоже предложили работу в Покровке, но они отказываются ехать до поселка 2 часа. Однако в Министерстве образования информацию о закрытии колледжа опровергают. Из аварийного общежития действительно перевели иногородних студентов. Это требование безопасности. Студенты, живущие в поселке и не нуждающиеся в жилье, продолжают учиться. Само образовательное учреждение также работает. О закрытии филиала речь вообще не идет. Более того, перед руководством колледжа поставлена задача получить лицензию на новую востребованную специальность электромонтаж. В Министерстве образования подчеркивают, информация о закрытии филиала Оренбургского аграрного колледжа в поселке Чебеньки не соответствует действительности. Филиал работает и будет развиваться. Ректором Оренбургского госуниверситета утвержден Сергей Мирошников. О назначении сообщает Миноборнауки. Мирошников – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Автор 600 научных работ, имеет 100 авторских свидетельств и патентов. Член научно-технического совета при департаменте животноводства Министерства сельского хозяйства. В сфере научных интересов ректора – фундаментальные и прикладные исследования в области физиологии и питания животных. Начиная с 2020 года Сергей Мирошников был исполняющим обязанности ректора ОГУ. Единый государственный экзамен стартовал. Выпускники 11-х классов Оренбуржья сдают предметы на выбор, которые они сделали в зависимости от интересов, способностей и требований при поступлении в ВУЗы. Диана Кузимбаева узнала о готовности школьников к испытаниям. Сегодня участники основного периода ЕГЭ-2023 сдают первые экзамены. Это предметы по выбору – география, история, физика, общество знаний и иностранные языки. А в этом лицее проходит тестирование по литературе и химии. Те, кто выбрал эти предметы, в 9 утра собрались в лицее номер 7. Ковидных ограничений в этом году нет, но здоровье выпускников на контроле. На входе измеряют температуру. Следят и за тем, чтобы школьники не пронесли запрещенные вещи. Собой разрешено взять паспорт, воду, калькулятор и черные гелевые ручки. Некоторые, соблюдая приметы, берут их нечетное количество. Как говорят сами выпускники, благодаря длительной подготовке волнения нет. В целом спокойно отношусь к экзамену. Сдаю химию, биологию, ну очевидно русский, обязательно экзамен и базу математику. Готовился два года. Примет максимум с того, что не побрился, но больше потому, что было лень. Сопровождают школьников их классные руководители. В 7 лице Оренбурга 260 участников госэкзамена, 160 сдают литературу и 100 человек химию. Приехали в областной центр и выпускники из других районов Оренбуржья. Ну вот срактаж у нас не был на пробных экзаменах. Наши все остальные ребята, четвертая гимназия и так далее, кто к нам прикреплен. Эти ребята все у нас были на пробниках. И поэтому эти ребята приходят, они уже знают, что нужно пройти в раздевалку, оставить личные вещи, взять паспорт, ручку и пройти. Для них подготовили 18 аудиторий, где ведется видеонаблюдение и звукозапись в режиме реального времени. Просматриваются кабинеты федеральным центром тестирования и Россоборнадзором. Обязательно в каждой аудитории есть компьютер, ноутбук, принтер и сканер для распечатки и дальнейшего сканирования работ учащихся. Потребуется не менее трех часов, чтобы закончить тестирование. За найденную шпаргалку выпускника могут удалить из класса. А вопрос о пересдаче будет решаться в индивидуальном порядке. Результаты школьники узнают до 13 июня. Все еще впереди. Следующий экзамен 29 мая. Это уже обязательный предмет русский язык. По предварительным подсчетам участниками единого государственного экзамена станут почти 7 тысяч выпускников Оренбуржья. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев. Новости дня. Путь к знаниям может быть не только тернист, но и опасен. К нам в редакцию обратились жители домов по улице Чкалова областного центра с жалобой на удручающее состояние лестницы. Она ведет к лицее номер 2, почте и продуктовому магазину. Люди не раз обращались в администрацию города, но надежды на то, что на их проблему обратят внимание, уже не осталось. Поэтому на место выехали наши корреспонденты. Преодолевать эти разрушенные ступеньки детям не страшно только вот так, вместе, взявшись за руки. Дорога к знаниям учеников лицея номер 2 – квест, пройти который все сложнее. Лестница крошится и кажется еще один шаг, и эта бетонная плита не выдержит испытания временем. Здесь дети, дети толпами бегают. И тут ждем, когда уже какой-то случай такой произойдет. По словам местных жителей, капитального ремонта на спуске никогда не было. А построены ступени, как и эти окрестные дома, в 1981 году. Деревянные доски, которыми пытались исправить ситуацию, прогнили. И от такой некомфортной городской среды люди уже устали. Уже здесь ломали и ноги, и руки ломали. Зимой не чистится ничего, разрушается. На пятой точке съезжают все. Вот сколько я лет, уже хожу больше 10 лет. Я ни разу не делала, чтобы я вообще чинила ямы вот эти вот. Это вообще ужас. С 1 июля неподалеку начинает работу лагерь дневного пребывания. Преподаватели с замиранием сердца ждут того момента, когда им придется везти детей по опасным ступенькам. 30 детей. Питаться будем на базе второго лицея. Это утром завтраки и обеды. То есть два раза в день мы должны детей провести вот именно по этой лестнице для того, чтобы они покушали. Это проблема. Не меньшую угрозу разрушенный спуск представляет и для пожилых жителей района. По пути от улицы Чкалова, например, к почте или продуктовому магазину пенсионеры рискуют получить серьезные травмы. Стоя на этой лестнице, смотря вниз, становится действительно страшно, потому что ступени разрушены между плитами и кое-где дырой. Для того, чтобы спуститься, нужно прижаться к одному краю, тщательно выбирать место, куда поставить ногу и вот так придерживаться стены, не торопясь спускаться. Вот и молодая мама с коляской вынуждена идти по проезжей части прямо навстречу транспорту. Другого пути здесь просто нет. Спуститься с улицы Чкалова на улицу Красная к второму лицее минует разрушенную лестницу. Можно по этой дороге, которая находится между домами, но автомобильное движение здесь очень интенсивное, поэтому пешеходам здесь явно не место. Не менее критическая ситуация со спуском в соседнем дворе. Бетонные ступеньки раскрошились и торчит арматура. Во время съемок мы не рискнули сделать по ним ни шагу. Кажется, в любой момент вся эта конструкция рухнет, как и надежда местных жителей на капитальный ремонт ступеней. Они не раз писали обращение в администрацию и прокуратуру, но хождение по инстанциям не приносит результат. Запросы управления ЖКХ города отправили и мы. Пока ждем ответ, люди продолжают преодолевать эту полосу препятствий. Оксана Боричева, Семен Воробьев. Новости дня. Владимир Путин наградил главу Сорочинска Татьяну Мелентьеву. Президент отметил трудовые успехи руководителя муниципалитета. Глава Сорочинска поощрена почетной грамотой. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе президента. Татьяна Мелентьева, педагог по образованию, долгое время работала учителем, директором школы. 10 лет возглавляла отдел образования Сорочинска. И уже 14-й год является бессменным главой Сорочинского городского округа. Оценка коллективного труда моей дорогой администрации, которая для меня родная, близкая. Тут мои, наверное, теперь самые близкие, потому что мы поделись по 12 часов на работе. Все вместе, бок о бок, по ЖКХ и по экономике. Но мы стараемся быть всегда впереди в пятерке лучших. И образование, и здравоохранение. Вот сейчас фаб строим в Троицке. Вопросов очень много. Все приходится решать и мусор, и собаки, и вода, и канализация. Ну, все абсолютно. Сейчас прервемся, и вот что будет в нашей программе дальше. До открытия купального сезона считанные дни. В Оренбурге пять пляжей получили разрешение на работу. Аномально жарко. Синоптики рассказали, какая погода ждет оренбуржцев на выходные. До открытия купального сезона в Оренбурге остается несколько дней. Разрешение на работу получили пять пляжей. От владельцев пляжей получено 23 заявки. В июне они постепенно будут введены в эксплуатацию. Для того, чтобы признать место пригодным для купания, нужно заключение от Роспотребнадзора о санитарной безопасности воды и песка, а также заключение спасателей после проверки берега и дна. Одно из условий для работы пляжа – наличие средств спасения и дежурных спасателей. На сегодняшний день положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили пять рекреационных зон. Пляж Майорка, пляж Детский и Ворски. Купаться разрешается и на Эриклинском водохранилище у поселка Энергетик. В Оренбурге готовится отметить День медицинского работника. В праздник принято поздравлять врачей и всех, кто трудится в системе здравоохранения. В этом году дата выпадает на 18 июня, но мероприятия, приуроченные к этому событию, уже стартовали в областном центре. В театре «Кугол Пьеро» состоялся конкурс творческой самодеятельности «Белый цвет». Стоматологи, неврологи, терапевты и другие представители благородной профессии. Однако сегодня они не в белых халатах, а в вечерних платьях и костюмах. А перед ними не пациенты, а зрители. Инициатор творческого конкурса для медицинских работников – профильное министерство. Для меня очень важно, чтобы медики получили сами удовольствие от того, что они могут себя, участники, что они могут себя проявить совершенно в другом качестве. Они все очень волнуются, но при этом видно, сколько радость им доставляет наступать на сцене. Мы выбрали лучшие наши сцены Оренбурга. Сегодня вот в кукольный театр, следующий у нас конкурсный день будет в драмтеатре. Всего в конкурсе принимают участие более 170 специалистов из 26 больниц со всей области. Организаторы подготовили для всех полезные призы. Однако выступающие отмечают возможность показать себя на сцене для них – самый лучший подарок. В Оренбурге проходят военно-спортивные соревнования «Проверь себя». Мероприятие проводится для сотрудников газовой отрасли. В этом году оно пройдет во второй раз. Организатором соревнований выступает Оренбургский гелевый завод «Газпромпереработка». На торжественном открытии соревнований побывала наша съемочная группа. Полоса препятствий, перетягивание каната, метание ручных гранат. Газовики готовятся к состязаниям. Им предстоит стрелять из лука, отрывать окопы и решать тесты. Вне конкурсной программы состоится пейнтбольный матч, а также уникальный тренинг на командообразование, который впервые будет проводиться для специалистов газовой отрасли. Участники отмечают – главная дружелюбная атмосфера, которая стала уже традиционной для этих соревнований. С другими заводами, с другими командами начинаем дружить и общаться. С прошлых соревнований даже на протяжении всего года мы поддерживали связь со всеми. И, ну, жаль, не все смогли приехать в этот раз, но было весело. Масштаб соревнований растет. 150 участников из 9 регионов, когда-как осенью прошлого года в соревнованиях приняли участие чуть больше сотни человек. Принимать столько делегаций в Оренбуржье почетно. Именно у нас в Оренбургской области на нашей прославленной боевой казачьей земле проходят эти соревнования. Мы рады гостям и постараемся сделать все, чтобы пребывание на нашей Оренбургской земле было для вас незабываемым. Прошлые соревнования дали возможность попробовать новый формат. Обкатывали сборы. А кто соберется, а кто примет, никто как себя покажет. Ну, и, соответственно, когда поняли, что это востребовано, это молодежи интересно и это патриотично. Организаторы уверены, подобные события необходимы в наши дни. Навыки военно-прикладного, вот именно характера, они нужны. Они нужны всегда, потому что, ну, жизнь, она доказывает, да, что это нужно. Но это нужно в любой момент, потому что мы все граждане своей страны, мы должны, когда это будет необходимо, встать и прийти на защиту своей Родины. На торжественном открытии показательные номера для участников, чтобы как следует зарядиться боевым настроем перед соревновательными днями. С победой уедет одна команда, но с новым опытом и знакомствами все. Виолетта Широкова, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Спортивный микс. Сотрудники Министерства финансов и счетной палаты Оренбуржья приняли участие в соревнованиях. На стадионе «Коммунальщик» в областном центре организовано несколько площадок, где собрались дети и взрослые. Ура! 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 В непривычной обстановке на футбольном поле и с хорошим настроением. Так завершается рабочая неделя. Соревнования Минфина и контрольного органа организованы в честь юбилея счетной палаты региона. Сотрудники говорят, что это хороший повод перезагрузиться, повысить работоспособность и укрепить командный дух. Обычно мы соревнуемся с ними в бюджетном законодательстве, в знаниях финансов, а сегодня решили еще посостязаться и в спортивном направлении. А здесь мы немножко другие, не те, что на работе. Футбол, дартс и кольцеброс. Активное участие принимают не только сотрудники, но и их дети. Результаты покажут командные и личные зачеты. Сотрудники счетной палаты создали и свою собственную футбольную команду. Тренировки проходят регулярно. Принимают участие в спартакиаде и в ведомственных соревнованиях. Об успехах говорят многочисленные награды. Жаркие выходные сменятся прохладным понедельником. В конце недели в Оренбуржье будет солнечно, но ожидается небольшой дождь. В региональном гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни. Дождь ожидается ближе к вечеру воскресенья. Синоптики прогнозируют осадки в западных районах области. В выходные в регионе будет безветренная и уже по-настоящему летняя погода. В выходные у нас температуры по-прежнему будут достаточно высокие. Так, в субботы и воскресенье дневные температуры 26-31. Не исключено даже в западных районах до 32 градусов. Ночные температуры по-прежнему будут в районе 13-18 градусов выше нуля. Уже в начале следующей недели оренбуржцев ожидает пасмурное небо. Возможно, небольшое похолодание на 2-4 градуса. По прогнозам, кратковременные дожди, а также грозы. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте urttv.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова